youtube привет вот я решил заняться чуть музычкой придавили мне колоночки такие такие вот чтобы поприятнее музыку было слушать и два усилка вот веговские вот они решил немножко их привести в порядок усилки были подгоревшие ну как мы видим вот они тут немножко подуставшие вот ну и на колонках кое-где вот такие вот вещи есть решил подразобрать это все и привести немножко в порядок слушать музыку как в молодости у нас была такая ностальжи немножко вот это можно лачком покрыть зачистить ну короче привести их немножко в божеский вид вот играет все нормально все хорошо тут нареканий нету вот клади тут по потерлась и так далее решил немножечко это все дело привести в надлежащий вид по возможности посмотрим как это все будет выглядеть вот но решил немножко восстановить потому что вот такие вещи как бы не нравится но это все из-за того происходило что колоночки таскали туда-сюда где-то царапнули где-то зацепились вот решил я это дело немножко восстановить так вот колоночки верят наши вот таким образом где тут грязечка вот здесь от даже атака штамп стоит как мы видим число все проклеена клеем вот здесь тоже чтоб не откручивали значит красочкой все помечено типа того что если будете вскрывать это будет видно вот это тоже проконсультируюсь есть у меня знающие люди как эти динамики немножко в порядок привести вот на резинке это пассивный излучатель но опять же тут от грязи очистить ему много не надо конечно вот что здесь у нас получилось вот они наши накладочки это пластик вот так вкладывается на мягких таких на поролончики сюда вот эти сеточки декоративные это тоже пластик вот на пластике вот таким макаром здесь входит все как мы видим клеем клея не жалели а вот это вот алюминиевая такая накладочка декоративная вот я думаю что алюминий этот шлифануть можно полирнуть он будет красивым вот ну там посмотрим может быть в какой-то другой цвет я их покрашу я еще не определился так надо по сайтам полазит принципе маляр у меня знакомые есть пистолеты у меня тоже есть лачок шкурки и прочее посмотрю как это все немножко дизайн может быть даже поменяю опять же освежить сеточки вот может быть в другой цвет еще пока я не определился но вот так вот задумка есть эти колоночки немножко привести вид они в принципе даже вот таким образом если их немножко горится привести вид колонки так тоже неплохо смотрятся и так вид как бы неплохой но и таким образом тоже они как бы стильно смотрятся вот ну в общем я еще не решил хочу привести немножко в порядок это все поскольку возраст у них уже приличный вот и поэтому сейчас разбираем вторую и будем очищать от пыли от грязи для начала а потом уже решать чувствами уборочки небольшие разночтения получились там оранжевый динамик тут такой опять же вот эта часть на той колонке нижняя где пассивный диффузор здесь она из пластика как мы видим вот а тут она алюминиевая вот ее слышно здесь пластик вот но я думаю это не страшно просто возможно с разных партий там или как-то вот такая колоночка опять же как мы видим подуставшая она слегка я так думаю что надо это дело подкрасить закрасить вообще я думаю что нет смысла разбирать там колонку всю но это опять же я проконсультирую мастеров вот как лучше снимать динамики не снимать вот конце концов у меня есть возможность вот так аккуратно все заклеить но этот динамик можно наверно будет и снять там опять же под заклеится тоже какой-то мастика еще типа того что снималась не снималась раньше так вот ставили такие меточки везде как мы видим вот чтобы не снимали ну и в данном случае тут опять же вот штампе 100 тыка чего-то чего-то чтобы значит убедиться в том что в колонке не лазили не разбирали ну по идее раз все целое значит не лазили не разбирали но музыка сама играет нормально я уже испытывал тут даже в экстремальных так сказать на экстремальных громкостях все нормально работает вот единственное что конечно вид внешний вид из-за возраста немножко печальный но я думаю это можно поправить я сейчас снимаю смотрю прям такой вид у них скажем так экстравагантный у колонок и так даже тоже впечатлительно смотрятся конечно вот это все вид портит но я думаю это вопрос времени все это можно будет привести в порядок сделать более красиво краска вот есть у нас сейчас возьмем кисточку или валик и бабахнем шучу конечно но в порядок я их хочу привести разборка распайка колонки явно не скрывались еще ни разу мы первые так все тяжелый слушай 15 рублей вот он стоит динамик тоже помечаем все это лачком покрыто чтоб не корродировала все грамотно поэтому советские колонки живут так долго один и второй цапан лак по идее до ярких цапан прозрачный но и же цветной ну вообще такие вещи обычно им покрывают зато вот он второй наш динамичек что пишет 20 гдс цена 20 рублей ну чё давай этот вынимать когда походу все таки туда вот это красоте не он самый большой динамичек так их кучку как и были но что вовы тебе динамичек так ну что с пассивным диффузором блины вынимать и потом клеить назад и будет пыли грязи много этот вообще будет тяжелючек динамичек да чтоб не уронить его так что тут на нем написано 35 рублей 75 гдн 414 вот он пассивный диффузор был в клеен какая-то пластмасс очка на резиночке получается вроде как динамик вот они внутренности кондер чеки древние тут куча у нас всякого мягкого это что там внутри да тут просто встал вопроса 10 зазоры такие здесь они тоже присутствуют но не поменьше везде атака написано таким макаром выглядит разобранная колонка внутри все там достаточно неплохо все проклеена на века ребята делали толщина как мы видим приличная тут мой фанера скорее всего клееная многослойная но и разбирается вторая колонка по идее вот он их цвет живой он был посветлее здесь и желчком от смотрел как вскрывали фанта не подтеки остались берем такую коробочку красивую и что чтобы пыль грязь не летела сюда вовнутрь вот таким образом сейчас сделаю вы краечки заклеивайте друськи вот и можно будет поработать все это я хочу пошкурить пошлифовать вот не знаю еще может быть в один цвет я это все думаю вот может быть нет пока еще я не решила надо пока что обработать посмотреть но я так что-то подозреваю надо все вышкурить и посмотреть что получится для начала а потом уже принимать решение поскольку как мы уже видим вот естественный цвет и явно видно вот подтеки морилочки вот ну и и что начинаем действовать вырезать по динамикам затычки и вперед потихонечку полегонечку вот она шкурка у нас 120 есть но для такого лака она конечно немножко того мягковатая вот я и дочищаю сейчас уже по мелочи а так чищу вот такой вот шкуркой но это вот восьмидесятка она тоже оказалась грубой вот такая вот соточка без дырочек я первоначально и проходила но в принципе нормально особо не забивается вот а 120 кого такая она как бы слабоватенькая мне конечно много там целая пачка но дело не в этом вот этот лачок снимается плохо а вторым уже как бы мягенько все шкурится мне честно говоря больше нравится чем вот такой вот вид нравится я наверно все-таки бесцветным молочком это все думаю очень красивая такая фактура камера немножко конечно слабо это передает ну точь очень приятный такой вид у нее очень я наверно все таки все таки все таки это заклеить в один какой-то цвет бахну возможно в такой же серенький вот здесь скорее всего будет лак бесцветный мне тут уже умные ребята приходили рассказывали что надо лаком специальным акустическим но я думаю пойдет и автомобильный который у меня есть естественно учитывать буду то что при покрытии лаком этих всех вещей древесина напористая и будет его впитывать поэтому придется ни один не два и не три слоя возможно пять и более слоев положить но это потом посмотрим пока что надо шкурить курить и шкурить вперед начало положено кое-где тут ошибочки были такие вот косички протер но ничего в общем то уже все получилось очень даже приятно очень красивая фактурка вот 120 . вот такой ободрал я уже до финиша вроде все ничего получилось теперь будем обдирать дальше первая колоночка уже ободрана я заднюю часть не стала низ обдирать потому что возле стенки будет стоять смысла я не вижу вот что получается вывод набрал я тут всяких шкурок думал что пригодятся но с деревом обработка идет по-другому значит вывод вот шестидесятка восьмидесятка вот вернее вот это шестидесятка потом восьмидесятка обдираю старый лак потом идет 120 вот на чистовую ну и уже для очистки совести вот 240 от 320 500 и выше по дереву не актуально она даже после 120 рукой гладишь мягко и все но для очистки совести я еще пройдусь вот этим абразивом вот этим 240 сможет как бы чтоб под загладить вот и все такие пока выводы вот такой прототип получается колоночек вот такие они были вот такие теперь они стали красиво очень красиво если вскрыть лачком чуть она взбодрится в принципе так даже желание есть либо оставить так вот фанеру под лаком тоже либо что-то мне кажется если сделать белым прям даже очень они по моему неплохо будут смотреться вот я имею ввиду вот этот шарец и здесь от белым забацать и будет по моему так очень даже хорошо строго ну я поэкспериментирую что-то мне вот так понравилось будут они так красиво смотреться по моему чистил я колоночки уже прошелся вплоть до 240 шкурка и вот меня ожидал сюрприз первый как бы намек на сюрприз был такой что я когда разбирал колонки обратил внимание на то что высокочастотник вот он лежит синенький тут он у нас оранжевый ну как бы этого не видно но все равно уже для себя отметил второй вопрос что вот эти вот нижние под вот эти диффузор чеки один алюминиевый другой пластиковый ну то есть как бы распорованную ну и вот мы видим поэтому уже как бы я не считал нужным тут все это сберегать никак тут не выровняешь поэтому вот так вот и сделали темно чуть ли не черные под покрыты они были морилкой лаком я задние части не заделать ничего не буду смысла нету этого никто не увидит они на стене будут стоять на полочке поэтому вывод один будем их красить потому что они будут довольно прилично отличается вот это которая справа меня она прям темная а это светлая вот это видно невооруженным глазом как ты не крути они разные так что вот вот так либо надо покупать шпон и шпон или пленку и оклеивать их шпоном или пленкой ну я честно говоря опыта такого не имею и красиво так все вот эти уголки сделать я не знаю что надо подумать посоветоваться с людьми кто разбирается если смогу в принципе может быть я это и буду делать но благодаря тому что я с маляркой немножко знаком я думаю что все таки я это покрашу вот теперь надо подумать в какой цель называется эпопея с колонками вот осталось вот эту часть еще дошлифовать вот это вот надо будет убирать конечно фанера уже немножечко поведенная как мы видим вот такая вот и потом я так предполагаю шпателем а буду наносить через грунтовку надо позабивать поры надо немножко вывести это колонки не хвалиться ими просто я хочу привести в божеский вид посмотрел немножко видео по интернету кто как делает кто делает вообще чуть ли не из баллончика красит кто-то там какими-то водно растворимыми красками и так далее но мне по роду своей деятельности ближе автомобильные технологии уже по молодости как говорится выработалась да и пару-тройку колонок больших уже делалось это раньше намного решил вспомнить как говорится молодость вот и буду применять скорее всего жидкую шпаклевку грунтовку и автомобильную краску то есть вот такой тематики чтобы хотя бы чуть-чуть вывести почему я это буду делать потому что кое-где при шлифовании во первых тут структура фанеры будет выделяться кое-где вот такие вот уже запилы получились не идеально соответствуют грани вот на стыковках здесь вот я шлифовал даже не дошел то есть здесь занижена вот и чтобы этого всего избежать чтобы не получилось разнотон придется конечно эту красоту нарушить также как и вот здесь вот опять же все это почему с виду вроде бы здесь одинаково но на самом деле вот как мы видим если чуть-чуть повернуть они разные и разные достаточно серьезно чтобы было понятнее вот так видно да вот часто сталкивался я времена пораньше в том что колонки часто попадаются в разнотон ну тогда было советовать детское время и на это как бы никто не обращал внимание обладание покупка таких колонок это уже было за счастье потому что был дефицит на все вот кое-что конечно я доработаю но не кардинально сейчас задача стоит том чтобы вот эти все дефекты устранить вот и сгладить вот и довести их как говорится немножко до ума переделывать там фильтра и прочее вот менять характеристики я не буду просто немножечко хочется их подаккуратить чтобы они еще послужили ну что зачищаем зачищаем дальше потихоньку есть это у меня специально обученная машинка и пылесосик макитовский чтоб не дышать плюгой вот продолжаем дальше потихонечку сниму как и чё я буду делать вот таким образом я все пошкурил что считал нужным вот теперь продуваемся грунтуем и я решил покрыть жидкой шпаклевкой все это дело и потихонечку вывести тут будут конечно проблемки нюансы какие-то но что делать раз уж решился не красить же это все дело кисточкой или валиком вот уже надо немножко их приободрить и говорится дать им вторую жизнь следующий этап продуваем сейчас все что надо и не надо вот и начинаем грунтоваться потом как я уже говорил жидкую шпаклевочку вот эти конты я решил не выводить тут как получится так и получится шпаклевать их выводить смысла я не вижу как бы это ни на что не влияет а вот эти вот грани чуть подравняется проплешины опять же структуру от дерева уйдет я выгладил тут она гладенько хорошо вот я думаю все получится работа есть у меня специально обученный пистолет диаметр у него два миллиметра как мы видим как раз самый раз вот берем грунточек обыкновенный нашинский реофлекс биржинский тут его наверно грамм 350 вот я думаю как раз на вот эти две колоночки вполне его хватит грунтануть тоненько вот чтобы напитать структуру дерево подсох он и потом буду я жиденькая шпаклевочкой все это вскрывать чтобы перетереть чтобы не было никаких артефактов все грунт готов в процессе естественно пистолет я перед этим промыл тут как говорится вопросов не возник не возникает уже выработано с годами все это привычка как говорится это не лишняя повторится еще раз вот и сейчас сухими слоями буду наносить на улице чтобы это быстро просыхало опять же не на солнышке в тенечке здесь на ветерочке вот чтобы подзабить вот эти поры которые в дереве находятся как мы видим вот структура в дерево вот такая задние стенки и низ я не буду делать смысла нет это будет на стене стоять где-то в уголку эти колоночки так что не вижу смысла тратить на это время и силы чтобы вот эти вот вещи все по уходили надо погрунтовать забить все это потом немножко шлифануть и покрасить чтобы было аккуратненько как я уже говорил задуваем очень легко сухенького буквально прошло полторы две минуты уже нужно рукой грубо говоря водить как а пыльчиком таким легким стирать мы видим все просвечивается очень сухенько грунтуем то есть первоначальный слой дается сухо а потом уже будем подливать побольше все просвечивается второй слой не забываем промежуточную сушку вот здесь еще блеск остался чтоб высохла потом обдуваем слегка убираем вот такой вот а пыльчик образуется в данном случае я не заморачиваюсь но отбываю эти вещи все и а пыльчик вот как пыль такая легкая уходит растянул получилось на четыре слоя вот эти вот вещи торцы поэтому здесь где у меня вот такие вот потресканные слои я прошел чуть побольше ну а так вокруг прошел где-то четыре раза но опять же даже вот глазом видно я не знаю камера передает или нет здесь допустим структура самого шпона более пористая здесь на этой части вот на более эта колонка более светлая была на ней поры подзабились вот не видно а здесь вот прям видно да вот вот видно вот так здесь такого нету то есть явно колонки распорованные были и шпон разный все остальное ну ничего все это исправится уже как бы у них вид такой появился более бодрый но вот эти вещи надо будет по заливать и вывести собственно ради чего я решил колоночки освежить чтобы они под выровнялись немножко но теперь даем всему этому делу просохнуть принципе температура тут у нас как нам говорит градусник на улице 32 и 5 в тенечке так что я думаю это высохнет довольно таки быстро следующий этап это будет вот такой спрей филлер но если по-русски жидкая шпаклевка на уловская и как всегда вот смотрим все это дело то ли усыхает то ли высыхает то ли непонятно вот у меня она не одна тут запад вот они приколюхи как мы видим вот так вот нас немножечко слегка разводят хотя все упаковочки вот как видно у меня они не вскрытые да тут в пыли как бы хранятся а отвердителя как мы видим слегка не хватает вот они упаковки ладно хрен с ними пусть богате . это густовато я 150 грамм сюда добавляю и вот такой вот сложный аппарат минус 5 это все надо взбодрить потому что там осадок на дне приличный такой получается надо это все хорошенько вымешать и потом добавлять отверстие делал даем вымешиваем тщательно даем прореагировать минут там 5-7-8-9-10 чтобы она нравится прокипятилась тут с этим миф вперед вот полбанки шпаклевки я выдал сюда как раз от сейчас и солнышко повернулась все удачно как мы видим температурка прям хорошая 43 44 градуса вот и пусть они сохнутся на солнышке буду потихоньку их поворачивать до вечера посохнутся до утра еще отстояться тогда можно будет пошлифовать и посмотреть что получит колоночки он не сохнут у нас теперь разберемся вот с этими сеточками для начала в принципе слава богу ничего не мято не это ну как бы освежить их надо потому что где-то поржавленные где-то чего-то сейчас вот это вот лишние тут клей и прочее ерунду уберу и надо их освежить красануть с обоих сторон вот эти сеточки чтобы они были нарядными есть вот такая вот мотовочная шкурочка называется скотч брайт сейчас я их протру и покрашу